МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» в прямом эфире. Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Знаю, что будет интересно, назидательно и будет благословенно. И для вас, и для нас, находящихся здесь в студии, желаю вам удобно устраиваться в ваших телеэкранах и принимать то слово, ту беседу. И те откровения, с которыми мы будем делиться с вами сегодня. Когда я говорю «мы», я не один, я рад представить старшего пастора церкви Сион. Пасечник Пётр Иванович, приветствую вас. Приветствую вас также, приветствую всех, кто нас видит. Желаем всем всего самого лучшего, благословений, новых свершений, достижений. Потому что жизнь, которую сегодня мы, так сказать, проходим, это не прогулка по парку, но это школа, в которой очень дорого нам обходятся экзамены. Особенно один из экзаменов, который мы преподаем, на такой предмет по названию «верность». Мы об этом будем говорить, это действительно очень-очень односущная, как мы говорим, на злобу дня эта тема. Почему мы видим настолько разнообразие и пестрота, пёстрость, или как это сказать, это слово даже не знаю, как выразить, то есть разнообразие всего того, что не связано с верностью, с этим таким ключевым, таким важным словом, которое Писание много об этом говорит, и мы много об этом будем говорить. Welcome back. Вы единожды, по-моему, были у нас в эфире. Поэтому welcome back. Спасибо. И мы, друзья, беседовали до эфира о том, что есть целый ряд интереснейших тем, которые предварительно мы чуть говорили, мы будем поднимать в рамках влияния. Кроме того, что я вас предоставил как старшего пастыря, вы учитель, вы преподаватель. То есть вы являетесь, вы имеете, я так понимаю, богословскую степень. Доктор богословских наук. Тем более, и вы преподаете в различных учебных заведениях. Да, и в аптистском брасте, и в пятидесятническом. И тема эсхатологии, я понял, что вы в тему. Это любимая тема. Преподаю еще и другие два предмета, но это моя любимая. Вы знаете, вы уже приглашены прямо в прямом эфире. Спасибо. Мы проведем ряд эфиров. Почему я говорю? Потому что когда вещаются некоторые из тем эсхатологии у нас, то ли в рамках проповеди, то ли в рамках беседы какого-то так-шоу, то ли в рамках какого-то семинара, который проводят на импакте, это сразу повышенный интерес, мы видим, со стороны эсхатологии. То есть наука о последнем времени. Поэтому мы будем с вами на этот счет, на эту тему будем говорить. Сегодня та тема, о чем уже пастор Петр озвучил, тема верности. Давайте я прочитаю это место, и мы пойдем. Итак, апостол Павел говорит первым Коринфянам, 4 глава. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. И второй стих, скажем, это ключевой стих нашей беседы. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Верность. Так, давайте сейчас прислушаемся к этому голосу. Каждое слово из Библии – это голос самого Бога, Творца Вселенной, к своему творению. Потому что даже президент бывшей Америки сказал так, что Библия – это подарок от Бога человеку. И в этом голосе его звучит такое слово. Кто требует? Говорит, не то, что на твой выбор, а от каждого требуется. То есть от нас, от каждого участника в этом строительстве божественном требуется. От нас требует Бог. Не просится, да? Не просится. Но если ты вошел в эту команду, если ты в этом составе, от тебя требуется. Это условие. Иначе ты тогда, так сказать, не годишься в эти строители. От каждого домостроителя требуется быть верным. Что значит верный? Значит, избрав эту цель, ты к ней идешь независимо от условий, от погоды, так сказать, от настроения. У тебя одна цель. Ты к ней идешь без остановки. Тебя ничего не может остановить. Ты готов жертвовать всем. Жизнью, здоровьем, чего бы это ни стоило. Но ты идешь к этой цели. Потому что ты понимаешь, что тебя требует этого Бог. Вот вы знаете, я схвачу эту мысль насчет требования. Мы живем в такой период времени, и особенно в такой благословенной Богом стране, и мы видим такой сдвиг в сторону того, что свобода мысли, свобода любви. Я имею право на то, чтобы поступать как я хочу, трактовать как я хочу. Но когда стоит вопрос требований, здесь не просто совет, здесь не просто что-нибудь такое легкое. Здесь конкретно это указание, я так понимаю. Да. Это указание быть верным. В чем требуется быть верным? Для каждого лидера. Или это пастор, учитель, лидер, кто бы ни был. Требуется быть верным, во-первых, в слове. Требуется быть верным в чистоте, в духе, в истине. И все эти пункты каждый должен понимать. Не допускаю ли уклонения, не искажаю ли, не изворачиваю. Мы должны держаться этого курса, который нам говорит Библия. Я вам скажу даже так, что из числа людей, которые не входят в команду тружеников этого царства, которых как бы не касается такое требование, из числа тех остальных всех людей, другим словом, скажем, неверующих, которые не входят в церковь, 52% людей считают себя верными перед Богом. Они говорят, я верный, какие могут быть ко мне претензии? Я никого не убил. Никого не убил. Я не пью, я не ворую, я честный. Жене не изменяю. Да, да, считаю себя верными. Но главное, а в данном случае, даже когда человек так думает о себе, каждый должен помнить, а что думает Бога во мне? Как он видит мою верность? Каким я пред Ним являюсь? Это не так просто. И часто люди просто как бы себя утешают этим. Это самовнушение, что у меня все хорошо. Помните, где сидел? Те тоже, которые уснули, они считали, что у них все хорошо. Когда они узнали, что у них недостаток? Когда узнали, что проблема? Когда голос раздался. Вот же их. Тогда они поняли, у нас недостача. До тех пор считали, что все нормально. Вот эта проблема сегодня тоже. Многие люди, так сказать, себя убаюкивают, что у меня все хорошо, то, что нужно для спасения у меня есть. А среди всех запросов, к чему мы стремимся в жизни, что хотим достичь, иметь, мы должны понимать, среди всего мы должны стремиться быть верными. Сама характеристика этого слова, я уверен, что вы вникали. Какие характеристики слова верности? Верность, значит, первое, это признание Бога как авторитета. И тогда довериться Ему так, как мы с вами сейчас доверились этим стулем, на который мы сели. Когда вы подошли, скажите, вы пробовали стул по прочности, он вас выдержит или нет? Нет. А сели, доверились. Вот так мы должны уметь довериться Богу. Но часто у нас так не получается. Простому этому изделию мы доверяемся, а Богу не всегда мы так можем довериться. Перепроверим по-разному. Но верность, это значит признать Его авторитет, признать Его Слово и подчинить дальше уже, когда признал этот авторитет для меня, подчиняю всю свою волю, все свои цели и планы под волю Божью. Нравится это или нет, если оно еще не совпадает с моим желанием, но я живу теми параметрами. Все, я все подчинил под Его волю. Иногда Его воля нам так непонятно. Иногда нам хотелось бы, чтобы даже было иначе, не так. Но если это есть воля Божья, мы туда должны идти. Может, я забегаю наперед? Так. Если забегаю, вы поправьте меня, Петр Иванович, и скажите, мы чуть дальше поговорим об этом. Испытание верности. Проверка верности, да. Каждый раз, все моменты, когда мы хотим устоять, мы видим, что мы оказались в ситуации, нам надо удержаться и остаться верным, всегда верность встречает натиски, встречает давление, наступление. Верность так просто не проходит. Мы ее встречаем. Вспомните Иоанна. Находится на острове Патмос. Да? В ссылке. И посмотрите, что говорит Откровение 2.10. Будь верный до смерти, дам тебе винить жизни. А в начале этого стиха, как будто с любовью мама сыну говорит, не бойся, что тебе надо будет претерпеть. Как бы подготавливает его. Ты встретишь трудности, встретишь испытания. Ваши среды будут. Ну не бойся, все пройди. Останься верный. Я дам тебе награду. Твои ноги вступят по святому городу, которым конструктор, архитектор является самый высший, самый способный. Это Христос, это Бог. И твои ноги будут ходить в этом городе. Но станься верный. И как чудесно он находится там, на этом острове. Никого нет понимающего рядом. Нет советника, который бы ему подсказал. Нет того, кто бы помог где-то пристроиться, чтобы хоть или покушать, или переночевать. В более таких условиях. Вокруг камни терновники. Но что удивительно, он слышит голос Божий. Он распознал, кто к нему говорит. Сегодня, к сожалению, так часто люди в условиях намного лучших, но не распознают голос Божий. Когда Бог говорит к нам, давайте обратите внимание сейчас, как люди смотрят на голос Божий через вулкан, который на Гавайях сейчас. Когда беда, горе, пожарные вылетают, скорые прилетают, помогают, все. А там кто может остановить? Это действие Божье, оно имеет сигнал от Бога. Или наводнение. Да, или наводнение. Это сигнал от Бога, это вызов. Или другими словами, это метод, который Бог употребляет, чтобы людей вызывать внимание на Бога, на своего Творца. И дать сигнал, будьте верны. Бог заинтересован в том, скажу даже так, чтобы каждый житель Сакрамента, в котором живет, 1 миллион 501 тысяча 700 жителей, чтобы каждый был верный. Бог этого хочет. Но, к сожалению, конечно, не все верные. И потому Бог дает нам вызов этот. Будь верен до смерти. И дам тебе венец жизни. Мне кажется, вот если я сформулирую мысль, Господи, помоги мне. Если Бог и будет иметь, а Он будет иметь, если Бог и имеет дело с человеком, а Он имеет дело с человеком, несомненно, Он будет это делать и делает на основании своей святости и на основании верности, наверное. Да, он для этого, именно с этой целью, что он этим озадачен, и послал Сына Своего. Он для этого и пришел. У него это цель, у него это задача. Да, он этим заинтересован. И потом он употребляет все возможности, которые встречаются. По-разному подойти к человеку, чтобы вызвать его внимание, и не только его одного, но через него и дальше других. Получается, Бог говорит человеку однажды, если человек не послушал, говорит дважды. То есть мы видим говорящего Бога через слово написанное несколько тысяч лет назад, а затем слово, которое исходящее. Слово исходящее, это, наверное, как откровение, которое вы получаете, когда готовитесь к проповеди, готовитесь ко встрече со студентами, готовитесь проводить какие-то там семинары, конференции и прочее. То есть это уже исходящее, то есть это от Духа Святого к Акрему, наверное. Поправьте меня, если я не прав. То есть слово написано, фундамент, незыблемый, авторитет, вечный, неизменяемый. То есть это вечно живущее его сущее слово. И то, что мы ежедневно получаем в молитвах, в бдениях, в ночных переживаниях, в каких-то ночных коленопреклоненных, в каких-то поисках Бога, мы получаем от него. Когда наш Дух говорит Дух Святой. Интересные мысли сказали. Вы даже не напомнили такой момент, о котором я сразу сейчас вспомнил. Вы сказали, что да, оно должно быть фундаментом, является. Вы знаете, тоже так и очень красиво признавали, объявляли. Я был 6 февраля на встрече у Трампа. Был на этом завтраке молитвенном. И там все, в том числе и Трамп, говорили так, что Библия и молитва должна быть фундаментом всего, что мы делаем. И тогда будет успех, будет благословение, Америка будет процветать, вернется к прежнему положению. Все говорили. Я потом задавался вопросом, ну почему так происходит? Ну вроде бы да, конечно. Никакой правительств в другой стране так не делает ударение на Библию, как это делалось тут, на этой встрече. Но в то же время не происходит так, как бы мы хотели, эти перемены, изменения. Ведь все молимся. Даже больше скажу еще, два представителя партии, и республиканской, и демократы, вышли вдвоем на сцену и сказали, мы вышли сейчас. Не для того, чтобы доказывать, чья партия более, так сказать, имеет преимущество больше, но чтобы вместе молиться, чтобы Библия и молитва была фундаментом. Так как вы говорите, люди говорят, люди соглашаются. Но это на словах, а на деле так не получается. К сожалению, да. Потому что есть разница быть, так сказать, в области Духа Святого, ощущать его окружение и иметь лично его в себе. Это разница. Ходить с Духом Святым, быть его в объятиях или даже его иметь внутри. Это разница. Находиться около воды или прыгнуть в воду. Пример скажу простой. Если мы возьмем эту кружку, чашку, и поместим туда бутылочку пластмассовую от воды, которую мы выпили, закрутим ее пропочкой и опустим туда. Нальем воду, будем наливать. Она просто будет всплывать, всплывать. Но она находится в области воды, вокруг окружения вода, но в ней нет той воды. И через время, сколько мы будем наливать, через определенное время она будет оттуда выдавлена. Но вот точно так бывает. Люди могут быть в церкви, люди могут говорить о Боге. Нравится атмосфера, нравится обстановка. О, да, прекрасно. Да, верим. Мы признаем, что Бог есть, но самого Бога не знают, не пережили наполнение. Но если эту пропочку снимем, туда же поместим, будем наливать, вода войдет в ту бутылочку, и она утонет там. Она уже не будет выдавлена под давлением той же самой воды. Вот точно так же бывает в жизни людей. Если мы в церкви, но если эта пропочка, образно говорю, по названию грех, будет снята с нашего сердца, с нашей души, тогда Дух Святой наливает нас и внутрь, наполняет нас. Это другое. Это тогда мы уже под водительством Духа Святого. Тогда мы готовы идти, куда Он говорит. Даже если мы не знаем, куда мы идем, как Авраам. Выйди, оставь, уходи. Куда? Неизвестная страна, не знаю куда. Идет. Почему? Поверил, доверился. Так мы должны доверяться. Та же самое, как и в вопросе Авраама, в вопросе его положения, когда Бог сказал отдать сына в жертву. Это была трогательная проверка его верности. Так что... Будет уместно, пастор Петр, в канун прекрасного праздника и дня, День Отца, будет уместно как раз, вот вы к слову, кстати, к месту, и вовремя подняли эту тему Авраама и сына его. Друзья, с Днем Отца вас! Как раз это идет прямой эфир, даже в повторе, если вы будете смотреть, и сегодня, и завтра, возможно, и через неделю. не будет лишним. Отцы, мы искренне поздравляем вас. Искренне. И, кстати, много мужчин, очень много в Америке, но отцов очень мало, к сожалению. Вот эта проблема безотцовщины, наличие миллионов мужчин, так мало отцов. То есть, такими даже словами можно сказать, что дети при живых родителях, но они являются сиротами. В паспорте папа числится отец, но он не имеет отца, не имеет она отца. Я хочу сказать еще и так по этому вопросу, да, как мы находимся вот-вот в преддверии этого праздника такого, где буду вспоминать отцов, молиться за отцом. Христос сам называет отца своего небесного, говорит, отец мой в Новом Завете, он называет 116 раз. В Евангелии только Иоанна говорит 100 раз отец небесный, отец небесный направляет наше внимание, вызов дает нам. Поэтому все отцы, давайте прислушаемся к этому голосу, что Христос вызывает наше внимание и говорит это слово отец. То есть, мы должны задуматься, у нас есть этот статус, мы являемся отцами и в то же время мы имеем отца небесного. Сегодня наши дети, как они видят в нашей жизни именно результаты этого статуса, этого звания отец. Глядя на верность, глядя на верность, наверное, они и учатся верности. Они должны видеть в нас, в отце, как духовный портрет. И сегодня вопрос, что видят дети в нас? Они видят в этом отце, что папа любит Бога, они должны это видеть. Они даже видят, что папа любит церковь, папа любит Библию, то есть, он читает, он молится, папа любит маму, папа любит детей и так дальше. И тогда это закладывает фундамент на будущую их жизнь. Мы должны сегодня об этом задуматься, потому что во многих случаях дети вместо этого, в этом портрете, к сожалению, читают и видят пыль, образно говорю. То есть, ошибки, неправильное поведение, отношения с мамой, с детьми, и с церковью, так и другие вопросы все. Это, к сожалению, но день прекрасный сегодня, это возможность каждому отцу исправиться, если даже в этом портрете была пыль. Сегодня Иисус поможет стереть. Главное, каждому подойти, обратиться. Помоги Иисус мне навести порядок в этом портрете и дальше жить. Вы знаете, буквально пару дней назад я был в одном из штатов и тесно общался с одним благословенным братом. И он говорит, Юрий Михайлович говорит, я собираюсь в Украину, наверное, последний раз по возрасту, ему уже за 80. Последний раз, наверное, остались родственники, дети. И что меня тронуло? Говорит, я хочу быть у своих детей, хочу извиниться перед ними. Я так подумал извиниться перед... В чем вопрос? Вот он говорит, потому что в своей молодости, когда они росли, говорит, я очень много времени уделял, работа, 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 и меньше времени я уделял воспитанию детей. и говорит, ну, как христиан, то есть взращивал их в христианском духе. И говорит, я чувствую, что вот на закате своих дней я должен извиниться перед... И меня это по-особому тронуло. По-особому тронуло. Да, вы знаете, это очень важный вопрос жизни, да, каждой семьи, все родители, каждый отец, особенно, как сейчас мы об этом вспоминаем, должен помнить, что дети, как промокательная бумажка. Они впитывают, они втягивают себя тогда, когда, может, мы даже не задумываемся об этом. Они моментально улавливают, что они будут видеть в нас, а не то будут проявлять. Я вам скажу, даже на примере моей жизни. Когда мои родители умирали, прошло время, годы, они служили Богу, я родился в верующей семье, я очень благодарен Богу за них, но первое, скажу, отец, когда умер, неверующий человек вышел, большой похорон был и сказал такие слова, если по этой земле ходил когда-то святой человек после Христа, то это был вот этот человек, который умер. Вы видите. Это был мой папа. Я в моем отце видел, как продолжателя, как того же Иисуса Христа, и это заложило мне такой фундамент через него и через маму. За всю жизнь я никогда не трогал ни спиртное, ни сигарету, ни другие греховные дела, никакие танцы, ничего греховного. Это заложило мне фундамент на мою жизнь. Брат Петер, то, что я вам до эфира мы общались, вот я не знал, что вы будете это говорить. Вот это то, что я видел в своем отце. Слава Господу. Вы знаете, это дорого, это даст и вашим детям, и каждому. Вы знаете, глядя на жизнь наших родителей, некоторые уже ушли в вечно с меня, отец тоже в преклонном возрасте, и вы именовали жизнь вашего отца, разве это не образец и модель верности Богу? Так. И дети наши должны это слышать. Мы должны, они должны это видеть и слышать. Когда умери папа и мама, я на похороне все услышали и сказал всем, обращаясь ко всей молодежи, эти слова. Моему папе и маме за мою жизнь, за их совместно со мной, ни разу не пришлось услышать слово. Нет, не хочу, не буду, или чтобы они заплакали за мое поведение. Я призывал всех к этому, и сегодня призываю всех, молодежь, юноши, девицы, живите так, чтобы ни одну слезу вы не вызвали своим поведением, своим поступком у своих родителей. Это даст гарантию на радость вашей жизни в будущем. Сегодня я это пожинаю. Сегодня у меня дети служат Богу все, они все в служении. 9 сентября, будем одного тоже руку полагать, тоже на пасторское служение, и диакон церкви, музыкант всю жизнь служит, и остальные дети тоже самые, внуки, уже старшие внуки кричаны тоже через меня, и дети через меня. Они были, они видели эту жизнь, что Бог через меня, через служение, то стараясь быть верным, помог и в Молдове открыть 9 церквей из нуля, где не было верующих ни одного, и здесь это уже 10-я церковь. Жил Господь. Это делает Бог. Чисто практическая сторона верности. В вашем практическом служении, я уверен, вы очень много встречались, когда я нес пасторское служение, то есть, будучи душепопечителем и по сегодняшний день являюсь им в ряде вопросов в других штатах, но я более чем уверен, что вот вы повседневно практически встречаетесь, и какие стороны практического служения в вопросах, вот чисто в нашу тематику, верности, что бы вы хотели выделить вот в самом этом емком слове, верность, в каких областях она проявляется, вот так скажу. верность проявляется, во-первых, в слове. Это тест, это экзамен. То есть, если дал? Если ты дал слово, это одно, что ты должен его сдержать. Во-вторых, слово Божье, сколько людей сегодня искажают, и вместо того, чтобы это слово трактовать и доказывать, как Христос говорил, искажают его, изворачивают на свою сторону, как человеку выгодно. Тот же самый стих, но изворачивает его значение не так, как Бог говорит, а в свою, так сказать, дать выгоду. Та же самая бумага. Та же самая бумага. Та же самая типография печатала. Так, так. Почему разнобой такой бывает? Люди это делают, и потому что приходят в церкви, приходят к Богу, или даже не приходят, тоже читают и распространяют на интернет и заходят с целью определенной. Это опасности. Слава, гордость, женщины, деньги. Кто-то пытается это делать, даже проповедовать, учить и быть пастыром только за денег. Он будет иметь зарплату. Кто-то ради славы и это делают, и будут даже к ней печатать, и будут, так сказать, брать времена и выступать и на радио, и на телевидении по-разному с целью славы, а верности Богу там и близко нет. Такое встречается, такое есть. И потому сегодня Бог напоминает об этом и через Иваново то слово, что будь верен. Бог для этого сказал, потому там в начале Откровения, Он сказал, запиши. Зачем-то слово сказал, напиши это. То есть, чтобы не было забыто, чтобы люди имели это в виду. Вот так, как я говорю, и там даже так написано еще такое слово в начале, четыре буквы. И так. Вы когда-нибудь думали об этом? Почему эти четыре буквы и так? Интересно. Это значит, не подлежит искажению, не подлежит изменению, не подлежит трактовке в искаженной форме. А вот так. Никаких изменений. Сегодня, к сожалению, столько изменений. На сегодня более двух тысяч деноминаций на земле. То есть, разных учений, кривотолковых, изъяснений. Поэтому очень важно сегодня вникать, изучать. Потому что учеба и Дух Святой вместе, они формируют христианина. А тем более служителя, учителя, проповедника. Так что, очень, это одна сторона, то есть, верность в Слове. Слово, да. Верность в Духе. В Духе. В Духе. Именно в Духе Божественном. Верность Ему. А люди сегодня, иногда даже бывает так, что теряют верность Духу Святому, а доверяются Духу дьявольскому, разным Духам обольщения, разного характера. Даже, скажу так, мне приходилось встречать. Спрашиваю одну сестру, а почему ты не был? на служение. Ну, я ехала, пастурь вернулась. А почему? Кошка перешла дорогу черная. Вау! Что, у кошки сила больше, чем у Христа? Во что ж ты веришь? Или другой пример, спрашиваю, говорю, что это за кольцо у тебя черное на руке привязало, обкрутило нитку? Ну, я приболела. Вау! Где вера в молитву? Где вера в Духа Святого? Вот, результат того, что люди теряют верность Бога, а Бог есть Дух Святой. Мы должны быть верны, сохранить верность Духе, доверяться Ему, чтобы Он нас наполнял. Получается, что боимся Ему довериться. Нет той верности, как там у стула я сказал. Боимся довериться Духу Святому. Не туда заведет Он, не то с нами сделает, не так со мной будет. А вот нитка меня поправит, вот кошка меня направит. То есть, вот результат, факт того, что люди не сохраняют верность Духу Святому. Так же самое верность в жизни. Мы должны быть верны Богу каждый день. Ни одному мужчине не подходит жена, не согласится, чтобы она ему была верна 364 дня. А перед Новым годом скажет, ну, сегодня мне позволь, я пойду по улице. Он скажет, нет, собирай свои вещи, тогда и уходи. Она должна быть верна 365 дней. Вот так и мы. Мы должны быть верны в слове, в жизни, в делах, в Духе Святом. Вот все. Я уверен, что в вашем списке есть верность в служении. Практически. Какие рекомендации верность в служении? Знаете, люди любят служение. Иногда хотят. И даже обижаются на пастырей. Не хочет дать, не доверяют. Тому дал, а мне не хочет дать. И такое и встречается. Но должны быть верны в служении. То есть, в том, к чему тебя Бог призывает. Именно там ты должен быть. Именно зато тебя Бог спросит. Как знать, как быть, что это так? Давайте вспомним Моисея. Помните, Бог говорит Моисею, я вижу стенание народа. Народа. Я хочу их вывести. Мысль. Этого хочет Бог. Каждый служитель, каждый лидер, к чему бы ты ни брался, что бы ты ни делал в церкви, на Неве Божьей, ты должен быть уверен, должен получить ответ от Бога на этот вопрос, что этого именно хочет Бог, чтобы я это делал. Если не имеешь ответа на этот вопрос, что этого хочет Бог, чтобы я это делал, не берись за это. Это не твое. Второе. Бог говорит ему, иди, Моисей, я хочу их вывести, ты иди туда, через тебя. То есть, Бог посылал его. Если Бог посылает на это служение, вот туда иди. То есть, другим словом, не будь самозванец. Самозванец не будет иметь успеха. Самозванец будет делать то, что ему хочется. Мы должны делать то, что Бог хочет. Поэтому должен стоять вопрос. Я нахожусь там, где меня Бог послал? Я делаю то, что мне Бог поручил? Эти вопросы должны волновать, и мы должны иметь ответ на это. Да, Бог меня послал на это. Тогда я это буду делать. И третье. Первое. Бог хочет, Бог посылает. И третье. Когда Моисей отговаривался, да у меня же речь плохая, помните? Я не могу. А он что сказал? Я буду делать, я выведу. То есть, Бог через себя будет делать. Не ты, не твои это успехи. Бог будет делать, ты доверься. То есть, будь инструментом Божьих руках. И Бог будет делать. Вот скажите, брат Петя, для начинающих, молодых служителей, для начинающих, не так давно, возможно, я приводил это в эфире, возможно и нет. я был опечален. И не так давно, кстати, один из молодых братьев в одном из штатов подошел ко мне, говорит, вот у нас было избрание дьяконов, и я сказал так, я сказал в узком кругу братьев, если я не буду избран, ему 33 года, 33, 34, так как он мне сказал, и говорит, я сказал братьям, если меня не выберут дьяконов, я ухожу из церкви. Да, и я посмотрел, называю его по имени, говорю, как братья отреагировали, вы прекрасно знаете церковь, это, скажем, скажем, где-то там на луне, вот я не детализирую, он говорит, вы выбрали меня, я дьякон, и я был опечален от этого. Разве это, разве это, ну, ну, разве это позиция, разве это позиция, это же служение. Да, такой момент говорит о том, что человек еще не ознакомился вообще с призванием. Каждый человек, выполняя любое служение, должен узнать свое призвание. Это очень глубокий урок, мы его тоже недавно преподавали у себя. В нашей школе, у нас в церкви 36 студентов, мы раз в месяц проводим, пятницу, субботу занятия, учебу, как раз вот именно эту тему. Призвание, как определить, как узнать, к чему тебя Бог зовет. Он не знал, во-первых, во-вторых, это чувство гордости. Когда он так сказал, если не выберут, это значит чувство гордости. Опасности в служении, я уже заикнулся раз, это сказал сегодня, это слава, это гордость, это женщины, деньги. У него это оказалось проблемой. Но это, вы знаете, не хочу глубоко идти, но это начало не совсем. Понятно, что Господь через испытания может сделать из него блестящего служителя. Конечно. Как некогда Павла или Петра. Но начало не из самых хороших, не из самых правильных, мне кажется. Да, да. Это просто цель, из которой, так сказать, он исходит и мечтал, желал быть на этом служении. Но это неправильный подход. Вот диаконское служение, если мы уже конкретизируем, и конкретизируем. Что это такое? Диакон. В вашей церкви. Диаконы, они являются, каждый должен знать это, и я это с первого дня им говорил, каждый должен знать свое призвание. Диакон, то есть он помощник, он дополняет, он выполняет поручения пастора, что пастор говорит, какой вид не имеет. Они это должны поддерживать и помогать реализовывать. Но не диктовать, не вести, не крутить, не поворачивать пастора. Конечно, пастор должен руководствоваться церковью, Богом, знать запросы церкви, знать нужды овечек, и совместно сообщая, мы раз в месяц собираемся с диканами, у нас 11 диканов церкви, мы собираемся, мы обговариваем вопрос, ситуации, я прислуживаюсь их неумнению. И уже исходя из того, видя, что больше какой запрос потребуется, в мире единства приходим в согласие. Слава Богу, за 15 лет мы не имели ни разу никакого там даже выкрика на членском собрании или на братском. Слава Богу, мир единства, и у нас церковь, и баптисты, и пятьдесятники вместе. Жив Господь. Скажите, пастор Петр, как вы проверяете, то ли кандидатов, то ли не кандидатов на верность, по какой шкале, есть ли такая шкала или нет? Да. Прежде чем поставить, скажем, даже ту личность перед церковью, вот, братья, я предлагаю, одобряете ли вы или нет, предложить перед церковью, ты должен сперва сам получить, как пастор, от Бога уверенность, что он действительно подходит по этим параметрам. первое, то, что вы сказали, проверяет. Скажу такой пример проверки, но это не я делал другой пастор, но я по этому руководствовался тоже. В церкви избрали пастора на диаконское служение, одного, вернее, брата на диаконское служение и назначили день. День проходит, не объявили, что вот так и так, утверждаем и будем делать в другом положении. Тот кандидат на диаконское служение приходит к пастору поговорить, пастор говорит, знаешь, что я так занят сегодня, пожалуйста, подойди через день. Ну, хорошо, ушел. Приходит через день, только пришел пастор, говорит, слушай, я не закончил свои вопросы, пожалуйста, приди еще раз, еще дает ему срок, там через день, два. А, ну, хорошо. Приходит он второй раз, опять отказ так же самого, приходит уже в третий. И когда он услышал, что пастор ему третий раз сказал, что ты знаешь, я тебя прошу, пожалуйста, приди в воскресенье, поговорим уже конкретно. Он посмотрел и говорит, пастор, я больше не приду, я уже понял. Он говорит, давай помолимся. Это были проверки. Я действительно должен был, как пастор, проверить, ты готов терпеть людей, если они не будут отвечать тебе на твои запросы, то, что ты будешь ожидать, сможешь ли ты их терпеть? Это были тесты на твое терпение. Каждый служитель должен этим обладать. Ты не можешь нести служение, если у тебя нет терпения? Ты просто открыл, давай помолимся, пусть Бог даст тебе терпение. Видите? Заплакал, покаялся, и даже служение понял, сказал, пастор, я понял, да. Я не подхожу под это служение, не буду, но чтобы Бог мне дал терпение дальше, пусть Бог простит. Я допустил днев. Антиподом... обращается даже в миру. Даже в миру. Конечно. Помните, моральный кодекс строителей коммунизма, что даже требовали от коммуниста, требовали быть верной жене. То есть, понятно же, это все было на бумаге, но антиподом верности является, то есть, это неверность. Да. Верность, она вознаграждаема от Бога, а неверность наказуема. А ну-ка, ну-ка. Давайте вспомним иону. Образец, пример очень красивый и контрастный. Когда Бог дал ему поручение, но он не выполнил, как Бог сказал, подумал, ну я что же самое буду делать, но только не там, а там. Законно купил билет, не зайцем сел. Плывет, но не туда плывет. Бог допускает обстановку, обстоятельства, что происходит эта остановка для него, и посмотрите, та рыба, когда его проглотила, когда его выкинули, она же могла его стереть в муку, так сказать, там. Но нет, Бог повелевает, рыба выбрасывает. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог дал Ионе еще один шанс. Иона, вот тебе еще один шанс в твоей жизни. Как ты проявишь верность? Ты пойдешь, кто тебя посылал? И он тогда осознал и пошел туда, куда Бог послал. То есть, Бог допустил ему это, его выбросили из корабля, он пережил это, так сказать, такое взыскание, но потом он исправился. Неверность наказуема, а верность вознаграждаема от Бога. Но хорошо, что Бог дает нам шанс. Шанс. Это как Христос в притче сказал. Неверный раб. Да. То есть, и участь его была в озере Огнино. Так. Он продолжает. Да. Так что, и в этом же вопросе, где говорит о том, что неверный раб, участь здесь, посмотрите, даже чуть забегая еще выше здесь, почему дал одному пять талантов, другому два, третьему один? Почему не одинаково? То есть, Бог настолько понимающий, сколько я могу потянуть, он столько дает. Каждому по его силе, по его способности, по его возможностям. Но в то же время, он наблюдает за исполнением, за той же верностью. И придет тот день, хотим мы того или нет, но мы пристанем с отчетом. И каждый стал с отчетом. И тот, который пять имел, тот, который два. И этому некуда было деваться. Вынужден был и он появиться. То есть, отчет за нашу верность. Мы пристанем. Придет тот день, когда мы пристанем. И потом мы уже получим вознаграждение за это. А кто не проявил? Вы знаете, Господь напомнил мне, есть 21 глава Откровения, 12 или 13 стих, по-моему, стена же города, за небесный Иерусалим, стена же города имеет 12 оснований, а на них имена 12 апостолов Аганца. И вот, если мы говорим, Бог вознаграждает, и Бог дает, соответственно, той нагрузке, которую мы можем помести. Да, и здесь еще мысль одна, извините, даже добавлю, почему именно 12? Почему 12 число? Упоминается ворот. Что говорит это? Нам сегодня, это тоже из эсхатологии, так сказать, наукино, я просто сюда вклиню, то есть, символизирует каждая народность, каждое колено. 12 колен Израилю, то есть, для всех народов дверь есть. Ни для кого не закрыта. То есть, для каждого есть возможность войти в тот город. Это сегодня тоже говорит, для всех людей есть шанс, возможность войти в тот город. Для всех открыта дверь. Здорово. Есть ход. И плюс, и плюс, вторая мысль, которая меня осенила, то, что небесный Иерусалим, соответственно, вот это вот местописание, цитируем, мы им много вышли, небесный Иерусалим зыждется, потому что стена города имеет 12 оснований, то есть, это как на основании, то есть, основание, это, наверное, фундамент, это опоры, на которых стоит небесный Иерусалим. Ну да. Небесный Иерусалим, он не зыждется знатностью, именитностью, популярностью, масштабностью, но верностью. Почему? Потому что, ну понятно, в основании небесного Иерусалима видеть Петра, или Иоанна, или апостола Павла, это корифеи, это герои, это предводители, но когда мы вникнем малоизвестных, например, Андрей какой-нибудь, или кто там еще, нафанаил, или Фома неверный, мы ему отрицательную роль дали, но он, но он все-таки в основании небесного Иерусалима. Ну да, верность – это условие, но мы очень блаженны в том, что мы имеем такого Бога понимающего. Давайте сейчас вспомним даже самого Фому, вот как вы вспомнили. Когда Христос пришел, те находятся там, которые были, за исключением его, все получили ту радость, получили Духа Святого, он думал, сказал, примите, Фома там не был, он этого не получил. Когда Фома второй раз появляется на этой встрече, уже когда Христос второй раз пришел, явился им, Христос что ему сказал? Подойди сюда и дальше говорит, не будь неверующим, а будь верующим. То есть, Бог видел его состояние и берется за его ремонт, такими словами сказать, ремонтирует его веру, восстанавливает, дает ему шанс, прикоснись к моим ранам, в моих ранах средство для этого восстановления, для исцеления. Мы должны доверяться Богу, доверяться Иисусу, приходить к нему, и вот потому отсутствие Фомы лишило его возможности, что он не был там, где был Иисус, лишило его возможности получить тогда ту силу. Из-за его отсутствия так сегодня бывает у людей. Из-за того, что они отсутствуют, не приходят туда, где приходит Бог, где Он совершает эту работу свою, чтобы люди росли в этой верности, оставались в верности и пребывали, они лишают сами себя. Или другими словами, они подписывают себе приговор не быть, не попасть в тот город, не войти в тот город, своей жизнью, своими поступками, проявляя неверность, лишают себя, подписывают сами себе такой приговор. Как вы думаете, где красная черта, переступил которую по причине неверности? Человек может все-таки быть, ну как, не принят Богом. Ну, понятно, Господь прощает многократно и многообразно. Многомилостивый Бог, многомилосердный, прощающий там перечисляет, вину отцов в детях. Но, если красная черта, вот, переступил порог, который... Уже невозможный. Невозможный. Как вы думаете? Это Библия говорит, что хула на Духа Святого не прощается. То есть, именно вот это, когда люди уже приписывают все деятельность, все действия Духа Святого приписывают уже дьяволу, духу, так сказать, зла, что это не Бог делает, это дьявол. И таким путем хуля Духа Святого вот это и есть та черта. Остальное все подлежит прощению. Помните разбойника на кресте? Почему Христос был распят между двумя разбойниками, но не сбоку, справа или слева? Он же мог быть сбоку. Да. Нет, но он был посредине. Почему? Это показывает, отражает, что Христос разделяет всех жителей, всех верующих на две категории. Те, которые признали, даже в последний момент, умирая, но признал Христа и назвал его Господом и сказал, помяни меня, Господи. А то, второй нет. Христос разделяет людей на две категории. Поэтому сегодня вопрос каждому, дорогие друзья, в какой категории мы принадлежим? Но мы должны, для того, чтобы принадлежать число верных, ему, чтобы остаться верными, мы должны быть, как Авраам. Ему нелегко было. Вспомните момент, когда Бог ему дал такой тест, такую проверку. Возьми твоего сына, отдай в жертву. Легко это было? Это было непросто. Откликнуться на это, пойти на такой шаг, это было, наверное, нелегко. Я представляю себе ту последнюю ночь, когда легли спать, наверное, Авраам не спал ту ночь. Библия не говорит, но я думаю, что он молился, наверное, всю ночь. И утром, наверное, тоже думал, ну, хоть бы еще чуть-чуть полежать возле сыночка. Последнюю ночь, пусть поспит подольше, пусть высыпется хоть эту ночь. Сын-то ничего не знал, но он-то знал, дальше шаг, что он должен делать. А взять топор, готовить тебе дрова и зная для кого, для чего колол те дрова. Тот топор, я думаю, для него в руках был как рельс от поезда. Каждый раз, когда поднимал, ударял от тополена, наверное, для него казалось таким тяжелым. Так бы не хотелось, но опускал. Другой момент, он мог бы нанять любого из его слуг в доме, у него же были работники, мог нанять и сказать, наколите дров. Нет, раз Бог призвал к верности, сам делает то, к чему Бог призвал. И потом еще идти наверх, идти туда на гору, это тоже было нелегко. Шаг за шагом, знал, куда идет, но сохранял верность. Поэтому мы также, несмотря ни на что, но мы должны оставаться верными Богу. Когда нам больно, когда тяжело, мы должны помнить всегда. Всегда, друзья, призываю всех, помните, что говорит Матфея 28, 20, Христос сказал в конце такие слова, «Я с вами во все дни, до скончания века». То есть это подтверждает, что он с нами всегда. Не только тогда, когда мы радуемся, когда мы сдали успешный экзамен, когда мы получили хороший чек, когда мы купили дом или женился на той девушке, которая мечтала. Нет, он с нами и тогда, когда мы скорбим, когда мы плачем, когда мы в потере, он рядом с нами. Поэтому стоит ему доверяться. Улыбаются ли нам или плюют нам в спину? И история христианства говорит об этом. Перепиловыми пилами, потом на кострах сжигаемые, потом львами растерзаемые на аренах. То ли нам улыбаются, то ли нам радуются в душе, то ли нам не совсем, то ли нам плачутся, то ли нам печально, то ли мы в долине сегодня, то ли мы на духовных высотах завтра, но верность, это, наверное, та величина, Богом оценивая по достоинству. Даже если и не в этой жизни, так в поки бытии. Вот это вот, то, что вы говорили, откровение 2.10, оно по-особому не тронуло. Будь верен даже до смерти. То есть, будь верен, значит, не бойся тому, что будет угрожать. Давайте вспомним Даниила. Знает, что подписан указ, за то, что будешь молиться, ты будешь наказан. Мог бы он закрыть то окно, чтобы его никто не слышал, но веришь, что Бог слышит, ну, Бог же слышит. Мог закрыть окно, молись там, сколько хочешь. Открыл окно, при том, в сторону Иерусалима. Почему в сторону Иерусалима? О чем это говорит? То есть, это говорит о том, что он ценит там место, он знает, что там, на том месте, в том городе, Бог проявлял себя, проявлял ту силу, и ему не все равно, он это помнит, он об этом молится, он не боится. Открытое окно, это окно провозглашения, что я верю в Бога. И он молится, и те слышат, при той же угрозе, на это подтверждение, я верю, я молюсь Ему, я остаюсь в своем уповании, своей верности к Господу, даже при этой угрозе. Вот почему, ни один лев его даже не царапнул, потому что и в той комнате, когда он молился, тому Богу, он был с Богом в связи. И когда он был между теми львами голодными, ни один не царапнул, потому что он там был не один, но он был с Богом, он был верен Богу и там, даже в тех условиях. Поэтому очень важно для нас тоже, где мы бываем, не только в церкви, в молитвенном доме, где мы молимся, но даже если мы в какой-то среде, как вы сказали, кто-то не так понимает, кто-то наговаривает, кто-то оскорбляет, унижает, и что-то натворили, остаться верными Богу. И Бог даст защиту. Я вам скажу, такое чудо вчера, в Портленде произошло, в той стороне, семья спала молодая, у них четверо-пятеро деточек. Я получил просто краткий таксмешень, подробно еще не исследовал его, но что получилось, спали, и муж услышал огромный какой-то треск в гараже. Он проснулся, вскочил, в гараже все в пламени огня. Он успел только на второй этаж забежать, у них двухэтажный дом, деток и жену поднять, на улицу выбежали, все сгорело, и документы, и все. Мы остались живы, Бог защитил. Все равно приходит Божья защита. Когда нам кажется, мы материально потеряли, Бог вернет, Бог восстановит. Помните Ева, сдает экзамен, сдает тест на верность, все потерял, но Бог восстановил, Бог вернул. Так же самое они, но жизнь спасена, и экзамен сдан. Я желаю также, чтобы каждый, во всех ситуациях, что бы ни встречали в жизни, мы должны оставаться верными Богу, сдавать этот экзамен. Это слово сейчас очень непопулярно, особенно под воздействием Голливуда, всевозможных этих индустрий, развлечений. И наша молодежь, к стыду, к глубокому и великому прискорбию, даже имеет место в среде нашего народа. А моделью подражания они берут, вот те, которых мелькают на экране голливудских, на своих айфонах, или на своих айпэдах, или еще на каких-то гаджетах, берут за модель прически, одежда. Знаете, ну я, может, я не либерал, вот, и не демократ, ну и не сильный консерватор. Но когда я вижу вот это, на голове то, что я называю прическу взрывно-макаронной фабрики, вот, и это в церкви я вижу, и задаю вопрос одному, говорю, слушай, откуда это взято? Он говорит, ты разве не знаешь, это что, звезда, это же оттуда берут. Я говорю, слушай, он десятки раз был разведен, десятки раз, десятки, сотни измен, то есть потом живет с мужчинами, с женщинами, с кого, говорю, вы берете пример, вы что, аутфер, это что, рассудок потеряли. И вот, брать моделью для своей жизни, для подражания, образцом брать те, которые в своей жизни являются далеко от этого красивого, этого библейского, этого божественного слова, то, что Бог, верность, нельзя оттуда брать пример. Да. Мы должны подражать Богу, как чадо возлюбленные. Мы должны брать пример с Иисуса Христа. Мы должны смотреть его слово, что он говорит. Мы должны помнить пример, который это показывает, тоже юноши, которые имели тоже какое-то желание, как вы сейчас затронули этих юношей. И о них написано в книге Даниила, первая глава, с первого стиха и по девятый описывает этих юношей, Даниил, Сидрах, Месаха, Авдинага, вот эти юноши. И им даже царь Новый Ходоносор дает указание поменять имена. И им предоставлялась возможность бесплатное питание, бесплатная учеба. С какой целью? Поменять только ихнюю культуру, ихний взгляд, изменить их отношения, чтобы они вошли в тот ритм жизни. Это была его цель, во-первых. Потом дальше дал указание поменять имена. Почему? Потому что те имена имели значение, и оно напоминало о Боге, напоминало об этой истине, о верности. Он это, чтобы стереть, чтобы не напоминало, свои выдвигал. Но самое тут сейчас, потому что время так убегает, что они при этом не согласились, когда у них были эти условия, бесплатно этим воспользоваться, и войти в тот ритм, они не пошли. Они остались верными, и от этого не были убытки. Они не оказались в ущербе. У них даже красота была больше, чем у других. Когда им даже предлагалось и питание другое, они питались только, так сказать, салаты, какие-то там зелени, они бы выглядели красиво, хорошо все равно. То есть, мы в ущербе не будем от этого, но мы должны остаться верными, и не идти на то, что предлагает сегодня мир. На уходу Носер, он как представитель здесь дьявола, который сегодня предлагает, который хочет захватить, как тот же Голиаф, который шел на то же самое на израильский народ. Это представитель дьявола, который такой огромный, большой, хочет взять в рабство. Если бы тогда Голиаф победил, он бы взял в рабство всех израильтян, весь народ. Та же самое сегодня дьявол этим заинтересован. Все взять в свое рабство. Но раньше он, так сказать, наступал иначе. Тюрьмы, штрафы, наказания, издевательства. Но успеха такого не имел. Христиане стояли насмерть, как начиная с библейских случаев, так и при жизни наших родителей, дедушек, бабушек. Даже были убиты в тюрьмах, умирали, но оставались верными. Очень мало кто сдавался. Сегодня успех огромный у дьявола. Именно за этой системой, что вы упомянули. Скажите, кто из нас видел маленького ребенка, пятилетнего, скажем, что он был зависим от водки и от курения? Такого нет. А встречали мы зависимых пятилетних детей от интернета, от электроники. Очень много. Не так ли? Очень много. Брат Петя, мне показывают, у нас почти час уже пролетел. До того, как мы окончим эфир, я попрошу вас совершить молитву. Это тема. Мы будем поднимать эти темы. Вы уже приглашены на следующие эфиры. И поэтому мы сейчас встанем на ноги. Я попрошу наших операторов, чтобы настроили наши камеры. И я знаю, что унисон, о чем мы говорили, пусть молитва, друзья, молитва пастыря, она возможно во свете нашей беседы, во свете этой темы, вы увидели что-то то, что по-особому тронуло то ли вас, то ли вашу семью лично может, лично, или ваше в служении, что бы это ни было, в любых из областях и формах нашего человеческого общежития. И я попросил служителя, чтобы он совершил за вас молитву. Если вы проходите какими-то долинами, трудностями, может быть, может дьявол навалился гурьбой уже на вашу семью, и вы видите из числа ваших близких, родных, кровных, вы бы хотели видеть вот эту верность, вот эту Богу преданность, вот эту ревность по Богу, а может ее нету. Мы будем молиться, просто искренне мы согласились и перед эфиром молились, чтобы Бог благословил, благословил. Пусть вот эта жажда по Богу, пусть вот жажда по Его слову, уже по молитве, жажда по тому, что названа верность, остаться верным Богу до конца, вот Бог да благословил вас обильно, пастер Петр, мы встанем на ноги, вот сюда мы подойдем, можете сюда подойти, и мы совершим молитву, пожалуйста. Давайте поможем, склоним не просто голову своим перед Богом, но даже наши сердца, обратимся к Богу в молитве. Отец наш Небесный, предвеличим Твоим склоняем головы и сердца, благодарим Тебя, что Ты есть наш добрый, любящий, понимающий Отец, что Ты нам дал такую привилегию называться и быть Твоим, и сегодня Ты нам напоминаешь об этом важном, Господи, качестве нашей жизни по названию верность, это есть то условие, которое необходимо каждому сохранить, чтобы войти в небесный обитель, Господи, благодарим Тебя за эту возможность, что нам открываешь, и просим, благослови, и помоги, Господи, каждому, Ты сильный Бог, наполни каждую этой силой, Твоей божественной силой Духа Святого, чтобы все могли в этой жизни проходить все ситуации и оставаться верными Тебе. Господи, молим Тебя, за всех, кто сейчас нас слышит, видит, Господи, Ты знаешь каждую душу, кто сегодня, Господи, находится, возможно, в каких-то трудностях, страданиях, возможно, уже нет силы, руки опустились. Мы молим Тебя, Господи, протяни Твою руку, поддержи, укрепи, и сдай в очередной раз Твой голос, что Ты призываешь и говоришь, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, то есть, если устал, изнемог уже, Господи, помоги сегодня каждому подойти к Тебе, в молитве прикоснуться, довериться, отдаться Тебе, помоги каждому, Господи, в каждой ситуации и нужде, в болезнях, духовных, телесных, физических, да приходит от Тебя помощь, поддержка Твоя. Благослови, Господи, и всех сотрудников этой, Господи, станции, трансляции, этой, Господи, этой программы, благослови их, укрепляй, послай Твой успех, Господи, во всем, во славу Твою и для спасения еще многих душ, да будешь во всем Ты прославлен и возвеличен, Отец и Дух Святой. Аминь. Спасибо, пастор Петр. Спасибо, также, Иван. Спасибо огромное. Спасибо, благодарю вас. Спасибо, друзья. Написано, если мы неверны, Он остается верным. Бог на вашей стороне. Помните, Иисус Христос любит вас, безусловно любит вас, безгранично, велико любит вас. Оставайтесь с нами на импакте и будьте благословены. Всего хорошего. Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok